Какие из них можно считать открытыми? У пользователей стандарта, то есть у тех, кто его реализует, должна быть возможность выбора не пинками в светлое будущее. Далее, одним из практически обязательных условий для разумного стандарта является отсутствие обязательных лицензионных платежей за как реализацию технологии, так и пользование получившейся реализации. Потому что бывают разные такие вот казусы, когда реализуете на здоровье, но вот за использование будьте добры там нам денежку платить. Есть еще такое правило reasonable and non-discriminative, когда заявляется, что данная спецификация, данный стандарт не подходит к разным людям по-разному. То есть он не лицеприятен, так сказать, в том плане, что вот мы с Васей дружим, ему этот стандарт на халяву может реализовывать, пользоваться и т.д. А вот с Петей мы не дружим, он мне, значит, пабла сперва должен, а потом пусть реализовывает. Вот, значит, внятная политика работы по расширению стандартов и, скажем так, возможность противодействия одной из любимых антистандартных тактик для Microsoft. Она известна как Embrace and Extend. Вот, мы с Кумом перевели, как догнать, перегнать, подрезать. Вот, когда, собственно, берется стандарт, дальше делаются небольшие, но существенные для совместимости реализации изменения и пропихиваются теми или иными путями, как вроде бы то же самое, но со звездочкой. Вот, ну и я не совсем могу согласиться вот с этим пунктом Кума, поскольку он несколько противоречит вот этому пункту, вот, насчет одной задачи, один стандарт. Стандарты, как известно, хороши тем, что есть из чего выбрать, но, тем не менее, когда выбор сам по себе оказывается слишком обременительным, это тоже плохо. Ну, собственно, по поводу такого псевдотезиса, как, вот, если у нас стандарт подразумевает некоторую степень закрытости информации с целью обеспечения какой-либо безопасности, то это, как правило, лукавство, то есть, собственно, здесь вот написано «выполнено» по-украински. Это у нас пародия была на одну мэрскую компанию, где там была куча обещаний, потом некоторые из них были, так сказать, вот, висели с рекламой, что, дескать, выполнено. Ну, здесь тоже. Xbox поломали, CSS поломали, Blu-ray поломали, что там, джин-вин, что-то там, в общем, все ломают, что на самом деле заявлялось, как взломоустойчивое, и с использованием закрытых фрагментов спецификаций, не публичных. Значит, ну, собственно, как разумные люди подходят к стандартам, которые на самом деле должны обеспечивать какую-либо безопасность, это открытый дизайн не только в том плане, что он выложен и доступен. Например, когда дизайнили Bluetooth, вот, то спецификацию-то выложили, но и в железо она пошла. Ну, в железо она пошла до ревью экспертами. Я помню, те времена в бактраке это был какой-то атас, вот, потому что там просто праздник жизни был по поводу дырок по определению в стандарте. Вот, значит, по поводу открытых стандартов мы, по существу, высказались. Здесь по поводу модульности, это в том числе возможность заменить тот кусок, который оказался faulty by design. То есть, где, собственно, проблема в дизайну получилась, например, даже в спецификации. То есть, невозможно написать безопасный или надежный, ну, например, сервис, не сломав его совместимость со спецификацией, в соответствии с спецификацией. Ну, и чтобы не тошнило. Поскольку мой кум, а именно Вадим Машков, достаточно плотно занимался в том числе вот украинизацией open office и разработкой, продвижением и т.д. и т.п., вот, в том числе взаимодействовали тут с инфра-ресурсом, с линусом, с различными группами, собственно, по миру, вот, то он тут дальше сел на конька и поскакал. Конек был ОДФ, который как раз в те, вот, по-моему, в 2007 году у нас было славное принятие его, так сказать, субпротивника OXML в ряды стандартов ISO, вот, или куда его там пропихивали, я уже не помню. Да, в ISO, кстати. Вот. Ну, соответственно, дальше в качестве образцово-показательного примера того, как не надо делать стандарты, был приведен, собственно, ОДФ как открытый стандарт, хотя на самом деле к тезису, что ОДФ – это открытый стандарт, то есть OpenDocument – это открытый стандарт, тоже есть ряд претензий, причем некоторые из них по существу. Вот. И ООО-XML как, скажем так, того, что пытались предъявить как стандарт, еще и как открытый, который совсем им не являлся. Ну, собственно, почему не являлся, думаю, не вам рассказывать. В принципе, доклад ориентировался на несколько более широкую аудиторию. Вот. Ну, в качестве иллюстрации к тому, что от стандарта не должно тошнить, я не знаю, как, если бы меня попытались скормить там несколько тысяч листов бумаги на прочтение, я бы помер. Вот. Соответственно, здесь вот изображена, точнее, сфотографирована распечатка спеки на ООО-XML. А вот. Майкрософты говорят, что они вроде как все-таки уже реализовали, кажется, в этом году. Нет. Когда продажник Майкрософт врет, когда он открывает рот. Ну, собственно, опять же, так сказать, мне не очень приятно, так сказать, за спиной топтаться по косточкам той же компании Майкрософт. Я предпочитаю делать это в присутствии официальных лиц оттуда, например, там, директора местного представительства. Вот. В смысле, чтобы честно хотя бы было. Вот. Ну, опять же, от чего стоит, ну, что ли, страховаться? Пока мы маленькие и, в общем, как бы относительно беззащитные, мы вовсю за открытые стандарты. Как только мы чуть-чуть подрастаем, мы начинаем, так сказать, вендорскими закрытыми форками выдавливать те же самые открытые стандарты, за которые ратовали лет 20 назад. В случае с Майкрософтом это случалось неоднократно, на самом деле. Что по поводу спецификации на железо, про которое они когда-то плакались, когда были маленькими. Что по поводу письма к хоббистам Basic. В общем, разные были случаи. Ну, вот что по поводу, опять же, да. Попытки разборок с Саном по поводу спецификации на Джава. Если бы тут был Саша Боковой, некогда работавший в Сам Солюшенс, возможно, он бы делал доклад про Санбу и про процессы разработки он. И, в частности, наверное, у него бы нашелся гораздо более развернутый комментарий, чем четыре строчки по поводу истории разработки спецификации и реализации формата СМБ. Свободной реализацией которого является самбо широко известной. Ну, собственно, я, наверное, не буду пытаться углубляться в эту обширную тему вслед за Сашей. Достанет, опять же, того, что пока одна лавочка была маленькой и незаметной на рынке, она ратовала за открытые стандарты. Когда она начала подниматься, то от этих самых стандартов, где-то в силу объективных причин, то есть недостачи технических возможностей любой реализации, построенной строго по спецификации. Где-то по, так сказать, своим маркетинговым причинам и прочим политическим, начали от политики открытых стандартов сами же и отходить. Ну, это, пожалуй, уже не интересно. Да, собственно, еще один момент, возвращаясь к OXML, если... Точнее, вот, собственно, в те годы, в 2006-2007, получился довольно неприятный прецедент. А именно, ну, всем понятно, что ИЭТ, В3Ц, ИСО, это все такие лавки, в общем, довольно бюрократические, где никто-никто не торопится, которые нередко поражают монстров разума всяких. Вот, которые вообще несъедобны к реализации. Когда потом приходят инженеры и либо получается стандарт от реализации рабочей, либо же переписывают спеку напрочь, выбрасывая там 99%. Вот, это все ладно, пока они хотя бы, так сказать, честно стараются. То есть, может не получаться, потому что люди там, академики, и не в индустрии, они не понимают, на самом деле, что надо, они что-то вот там глубокомысливают. Гораздо хуже, когда эти же академики, помимо того, что они глубокомысливают, они начинают продаваться. Вот, то есть, в те годы в ИСО появилась кучка новых членов, кучка членов с неглубокими, скажем так, убеждениями, вдруг начала резко, так сказать, группироваться вокруг одной довольно платежеспособной компании. Вот, ну и на самом деле, нам с вами нечего особенно, так сказать, за своих радоваться, потому что в том печальном случае и Украина, и Россия, и Беларусь, как члены ИСО, проголосовали за принятие стандартовых СНО. Мы когда делали запросы к нашим друзьям, ответы были примерно такие, а что, есть какие-то варианты? Или, а почему нам не было так голосовать? Вот. У нас обратились к IT-компаниям, которые все в ПВТ и все дружно, практически все проголосовали. Потому что имеют... Большая часть из них является золотыми платформами. Ну, правильно обратились, значит. Так, ну, собственно, здесь опять же мы машем флагом и улыбаемся, говорим, что открытые стандарты – это все хорошо. Но на самом деле, конечно же, никакие стандарты, в том числе и открытые, серебряной пулей не являются. Поэтому стараемся не забывать про то, что, в общем, всегда остается здравый смысл, всегда остается работа на совести. И вот это вот работа. У меня все. Спасибо. 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 Спасибо.